Всем привет! Сегодня 2 сентября и мы сейчас с Костей будем ехать в магазин за завчастями к машине. И пока я его жду, смотрела влоги. Я смотрела влоги Лены. Так вот, дорогая Елена и Константин, а также все ваше семейство, помните, что вас здесь ждут, любят и за вами очень скучают. Возвращайтесь уже домой. Нам вас очень-очень не хватает. А вот уже Константин мне машет. Так что все, ждем вас. Нам без вас вкусно. Да, приезжайте. Но ты знаешь, ты так сказала, дорогие Елены и Константин, как прям в ЗАГСе. Да, дорогие Елены и Константин, торжественно будем ждать вас. Типа, знаешь, там, торжественно вручаем, на-на-на-на-на, когда вы приедете. И будет вам куча наших поцелуев. В общем, поехали. Мы приехали уже с Костей на СТО. Сейчас мастер мне сделает машину. И мне пришло уведомление, что пришел мой заказ на почту, наконец-то, долгожданный. Вот. И поеду, заберу свой заказ. Посмотрите, что я себе заказала. Я уже забрала посылку. Вот как она выглядит. Ну все, поехали домой. Мне уже интересно, что там в середине. Наконец-то мы приехали уже домой. И откроем эту посылку. Я уже жду, не дождусь. Давай. Дарья Константиновна. Посмотрим, что здесь у нас. Интересно. Вы знаете, с чем сравнить этот запах? Например, не знаю, я попала на поляну с цветами. И там смешались все запахи. И при этом чувствуется запах апельсина, кардамона, лимончика. Мне очень нравится этот запах. Тебе нравится? Как тебе вообще? Да, очень прикольно. Ну, запах классный. Да. Не отошмешь, не няня. Классный. Так, ну что, давай следующие. Еще у нас запах. Кельки от Сена Теренси. Так, смотрим. Теперь я, наверное, обширкаю тебе уже на руку. Да. Да? Ух ты. Слушай, такой запах. По-моему, это унисекс. Вы знаете, я заказала впервые духи на сайте Parfum de Paris. Что мне понравилось, что за упаковку ты не переплачиваешь, а духи качественные и содержат натуральные масла. Это аналоговая парфюмерия с города Грасс, Франция. Мне она очень понравилась. Ссылочку я оставлю ниже в описании. Заходите, заказывайте и наслаждайтесь. Всем доброе утро. У нас уже следующий день. Я вчера духи вот эти вот пшикала себе на руку. Ребята, я сходила, приняла душ. Сегодня утром проснулась, покупалась, собралась. Надо мне ехать по делам. Я до сих пор слышу этот запах. А там было написано, что они держатся на коже 24 часа, на одежде 72. Капец, они очень стойкие оказались. Но это очень классно, потому что пахнут просто божественно. Я уже вернулась домой. Ой, не скажу. Ну что, не скажу, что это уже секретный. И смотрю, у меня Константин уже начинает с утра трудиться. Да, у нас еще утро, потому что я рано ехала. Да, я знаю, куда ты ездила. Я созванивалась. Да, короче, у Жеки сейчас поломана машина, и я ему немножко помогла. Мы там отвозили некоторые детали, некоторые забирали. Подошла, и ремень, короче, сегодня он заберет. Ну, в общей сложности этот, Костик. Может быть, сегодня уже машина его будет работать. Так что он очень счастлив, да. И если что, то сегодня вечером уже деватку привезем. Не знаю. Не, наверное, сегодня не, наверное, завтра. Ну, Кость, ну потому что ты знаешь, что я хочу спать на первом этаже. Переставим его, пускай забирает себе его. Не знаю. Короче, я встретила... Подожди, Кость. Я встретила Виту Петривну, нашу учительницу. И она мне сказала, чтобы мы пришли за книжками. Книжек не хватает. То есть каждому ребенку не хватает примерно 2-3 книжки. Где-то так. Вот. И их надо или докупить самому, или же скачать в интернете, или же этот, как его? Распечатать. Распечатать, да. Вот так. Ну, так мы прошлый год тоже распечатали. Ну, мы распечатывали одну книжку, одну скачивали за рубежку. Мы распечатывали английский, мы скачивали на планшет. А это вообще катастрофически не хватает. Поехали, распечатаем. Может сегодня распечатаем. Центр все равно будем ехать и распечатаем. Будем ехать. Центр... Знакомьтесь, Константин и его другие шорты. Просто ты любишь те, да? Я поняла? Я не очень шорт, я их просто... Ну, если одну вещь люблю, то я ее ношу. Ну что? Ой, Кось, а вот это вот ты по этой штуке прям едешь. Ты же прям по этой штуке едешь, ничего? Я вот так вот. Как-то она сохнет, да, эта дрова? Да, конечно, когда мы уехали, дрова вообще заросла, смотри. Да ну да. Да ничего, сейчас припудрим носики. Носики. Цветочек оставляем, да? Да, оставляем. Слушай, Кость, еще же этот самолетик надо будет, наверное, в соседей забрать. А, что это такое? На него положили или нет? Не знаю, пойдем. Я про него и забыла. Угу. Ну точно не играются. Мне вообще в комментах писали, что у тебя детство в одном месте. Постоянно играет. В том месте, где шорты прикрывают. Лимон, привет. Привет. Иду. Что? Спасибо вам, соседи. Ну, учительница Дашина сегодня говорила мне, что уже ждет Дашу с нетерпением, когда она уже придет в школу. Но Даша сегодня проснулась. У нее снова вот здесь все заложено. Дышать тяжело. Но именно потому, что очень сильно забит нос. Нос промыло. И вроде бы уже легче. Но я понимаю, что насморк, он не так быстро проходит. Поэтому мы сегодня планируем съездить к нашему семейному доктору. Пускай посмотрит, послушает. Может быть, что-то посоветует. Лимошек, иди погуляем. Ой, такой мальчик. Спускается, спускается. Лимошка, скажи Насте привет. Передай Насте привет. Передай Насте привет. Скажи, Настя, привет. Привет. Передаю тебе я. И Моха. Убежал. Ну что, как успехи у тебя, Константин? Такая трава была, короче. Вроде бы хоть стадо коней кормить. Слушай, она какая-то лысая, Костя. Да, надо, наверное, купить этот. Еще? Докупить травы, да? Да, докупить травы и засеять. Потому что там под деревом, где солнце не сильно пекло. Вот именно, где солнце с Костей не сильно пекло. Вот, именно под деревом она густая и зеленая пекла. Угу. Он на улице хочет. Да не, я боюсь его выпускать, потому что еще под скотчем. Под проволоку. Ну, я имею ввиду, чтобы... Ну, я поняла. Нельзя, Беня, сиди наказом. Тут ты уже все, да? Надо по-хоженски. Бо я одним подухался. Ты подыхался? Ну, я чувствую, что он стойкий какой-то. Слушай, Кустик, стойкий капец. Да, да. Надо и себе, короче, не подождать. Я тебе сделаю подарок. Закажу, так и быть. Беня, слышишь, как бросится? Ой, ладно, пошла я. Вот это твое жужжание. Так. Хотел. Спасибо.